часть 2 welcome я продолжаю и так я еду как вы видите в сторону асакуса паши вообще-то я ехал в сторону кипокора но раз там какой-то асакуса паши появился съездим посмотрим в принципе завтра не на работу золотая неделя продолжается сегодня предпоследний выходной всех японцев сегодня можно еще как говорится пить гулять веселиться потому как завтра не на работу и данным момент очень много японцев бухает по всяким баром прямом смысле этого слова потому что у них это принято то есть если вы думаете что в празднике русские только пьют а вы очень ошибаетесь японцы пьет побольше русских ну точнее они пьют до такого состояния до которого русские редко когда напиваются и так значит этот район в принципе ничем особым не отличается от ну к примеру там какого-нибудь шинока были еще какого-нибудь там да разве только тем что здесь нет корейских ресторанов также здесь всяким магазинчики корейской корейской индийской кухне там японская китайская короче всякой и навал старбакс макдональдс и тому подобная фигня так ну что я могу сказать по главной дороге ехать здесь не это с не заблудиться то реально я пока еду я же не смотрю на навигатор все-таки камеру надо держать и все дела караоке излюбленное место отдыха у японцев или же вот такие вот отделы по по прокатам дисков DVD DVD разного разного рода там вот нормальных фильмов до ненормальных вот если вы меня понимаете о чем я ну наверное самое популярное место для отдыха у японцев то есть как бы в золотую неделю я думаю это все-таки экзакая потому что ну экзакая либо какое-нибудь место для пикника то есть отель какой-то очередной вот тоже отель и все достаточно так красиво сделано огромный холл там все дела что можно сказать отель отель это хорошее место если вы приехали на пару дней советую вам снимать отель не а у станции ну потому что это очень дорого станции снимать снимайте где-нибудь в метрах там 500 от станции так может чуть дальше то есть чему вам отель прям напротив станции перешумно вид не очень на таких отелях вот здесь к примеру да отель здесь до станции но я не знаю ну наверно да метров 300 500 вот мне кажется вот такой вот отель вот как вот там стоит вот светящийся намного лучше или вот там который был справа во первых тихо спокойно выходите никаких толп нет народа ни пьяных никто не ходит здесь то есть ну ходят но мало ну кстати если надумать и ехать в японию то за золотой неделе вот самое время как раз приезжать верхней шишки жарко и не холодно купаться как бы еще нельзя но в некоторых местах можно так а мы едем дальше вот это очанамидзу станция здесь вот прям около воды идет все все самое и тут всякие университеты дальше пошли я отсюда не вижу ни хрена там еще заканчивают ну потом ладно гляну я как бы вот здесь в университетах особо не шар и поэтому меня не спрашивайте да какие лучшие университеты в токио и так далее я здесь просто как скажем так живу и работаю если вам ну как бы интересно про университеты узнать то для начала вам советую хотя бы приехать сюда и отучиться год в языковой школе и чтобы понять вообще надо ли вам это или нет потому что нужно работать я понимаю конечно в нашей россии на учебу в японии очень долго зарабатывают люди вот вот я не знаю как сюда едут вьетнамцы вьетнамцев до хрена ездить сюда причем такими толпами приезжают такое ощущение как будто у них все там миллионеры либо их сразу в рабство что ли продают я не пойму просто откуда у людей столько денег вот и фишка в том что например на вьетнамцам здесь проще трудоустроиться у них здесь есть свои люди свои так скажем общины они приезжают и их сразу же какой-нибудь там крендель за определенный процент зарплаты этого вьетнамца может устроить на какой-нибудь завод по бенту вот устраивает он его значит и тот вкалывает все свое свободное время с утра и до вечера ну там после учебы до с обеда и до ночи вкалывает и молчит и его все устраивает потом заработав а причем они часть денег ну у них это принято там какую-то часть денег они отправляют родным во вьетнам так вот на эти деньги родные во вьетнаме у них живут реально как короли ну потому что там у них все дешево а здесь здесь все дорого так вот так вот если хотите приехать то сразу копите денег на полгода хотя бы чтобы вам хватило потому что рассчитывайте примерно что в первые полгода вы нигде не будете работать вот даже если вы очень будете сильно хотеть сейчас ветерок пройдет даже если у вас будет знание языка из-за того что вы имеете маленький срок пребывания в Японии вам не дадут работать такова политика японцев и многие ну даже те кто уже год или два до этого здесь были приезжают сюда ну уже знаю язык и после этого они как бы идут устраиваться на работу сразу же практически в первый месяц и тут же отказывают ну потому что они здесь всего лишь месяц а для того чтобы устроиться на работу нужно прожить здесь хотя бы полгода так считают японцы поэтому рассчитывайте что вы будете полгода не работать вот для того чтобы сюда приехать нужно примерно ну сами считайте сколько вам вот на жизнь нужно но если будете снимать гестхаус вы разоритесь я вам сразу говорю лучше снять какой-нибудь я не знаю там номер этот или квартиру или комнату в каком-нибудь там доме на двоих какую-нибудь одну комнату чуть побольше стандартный на двоих там тысяч за 70 прямо в месяц да вы снимаете вдвоем будете жить будете по 35 платить что в принципе нормально гестхаус же дерет по 60 по 70 тысяч человека за маленькую комнатушку но на первое время хватит там первый месяц два месяца там прожить но после вот это напряжено я вам так скажу денег не напасетесь выпивку надо купить какой-нибудь томатный сок еще после таких длительных разговоров немного не очень комфортно ездить как бы так скажем так что а да начал остались то что гесты где вот да да хрена денег с вас всегда будут драть потому что вы для них лакомый кусочек вы иностранец вы приехали сюда вы ничего не знаете вы никого не знаете а жить то где то надо а жить жилье просто так эти японские компании какие то там